Продолжение следует... Да успокойтесь вы, Лев Николаевич. У нас все будет хорошо. Главное же не как человек выглядит. А что у него внутри. Правда ведь? Мы с Юрочкой договорились на первое время снять квартиру. Деньги у меня пока есть. А потом уже видите, он просто замечательный человек. Он не человек. Он не человек. Он не человек. Мы вместе будем бороться с его животным началом. А между прочим, животное начало есть в каждом из нас. И, кстати, в гораздо большей степени, чем у него. А он добрый, нежный, ласковый, сердечный. Не даром его все горбунком зовут. Потому что безотказный. И что самое главное, я его люблю. Ты ж пойми, дурачок, что ты там будешь делать в этом вонючем городе? Она ж тебя бросит же при первой же возможности. Вы же ее совсем не знаете, Галина Семеновна. Зачем же так плохо говорите о человеке? А ты знаешь, да? Знаю. И что, за два дня, что ли, узнал, да? Представьте себе, узнал. Она мне все про себя рассказала. Да потом дело не в днях. А в чем? В чувства. О, конечно, дело в чувства. В чувства, да. Вот, вот. Не зря говорят. Любовь зла, полюбишь и каз. Кого угодно. О, думаю, что они нам теперь не понадобятся. Разве что на счастье. Вас же засмеют. Ты же вытесним никуда не сможешь. Ни в театр, ни в музей, ни в кино, ни на балкет. Он плясать любит. Вот представь его на дискотеке. Представила? Ничего страшного. Дома попляшем. Что? Дома? О, смешно. Ой, не могу. А соседи? Привай на них. Да? Кто вас там будет кормить? Я буду зарабатывать. Где? Есть варианты. Во-первых, меня давно приглашали в лабораторию для исследований. В лабораторию приглашали. Это оно из тебя подопытного кролика хочет сделать. Нет. Маша как раз против этого варианта. Где он будет работать? На что вы будете жить? Он что, будет ребятишек в зоопарке катать? Или на конном заводе за кобылами ходить? Хвосты им крутить? Нет, на конный завод я его не пущу. Да? Да, он в цирк пойдет. Да? Ага. О, Жимон. Она мне предлагает устроиться в цирк. Кем ты туда пойдешь? Артистам. Ого, артист! Там артист! Ты что, да, посмотри на него, артист. Там устроенных артистов хватает. У тебя ж такого образования нет. Машенька, да ты же жизнь испортишь. Ему и себе. Ему и себе. Это здесь ему раздолье. А там он будет чувствовать себя изгоем. И возненавидит тебя буквально через 2-3 дня. Через 2-3 дня. Ты же ему всю жизнь испортишь. В цирке он будет работать. Ты посмотри. На него каждый будет пальцем показывать. Смотри, смотри, чудниче морское. Да ты ж пойми. Это ж так и здесь тебя любят таким, какой ты есть. Ну, дайте прошлом месяце. Рамушка выписали. Гармонист, плясун. Можно сказать, первый парень на деревне. Ура! Это только здесь, ты в Загибалово. Молодец, среди овец. А там-то ты будешь. Среди молодца, с собой овца. Я вам, Галина Семеновна, не овца. А кто? Я кентавр. Кто? Феномен одним словом. Маша говорит, что таких, как я, нигде больше нет. Ах ты, батюшки! Гляньте-ка, нет таких больше. Это Машенька! Он же конь, жеребец, лошадь. Он всю жизнь тебя испортит. Во-первых, он не лошадь, а именно жеребец. А во-вторых, правильно говорят, что старый конь борозды не испортит. А Юра, между прочим, еще и не старый, а очень даже молодой. Боже мой! При чем здесь борозда? При чем здесь борозда, Машенька? Она ж тебя хочет заманить, дурачка неопытного. Она тебя заманит и погубит. Юрочка, хрен тебе выдышла. У меня ж на тебе вся работа висит. Ну, а в магазине кто будет? А огород кто вспашет, если с трактором чему? Юрочка, ну, Юрочка! Ну, вот на кобылах и возите, а смея хватит. Я вам не ломовая лошадь. Блин. О, вы посмотрите. Юрк, вернись, Юрк. Его заберут в психбольницу. Это же остановки милиционеры. Вы понимаете? Это большая ответственность его взять с собой. Мы не имеем права взять его с собой. Акстаг? Да. Тогда я остаюсь здесь. Что? В АТО. Я остаюсь с ним. Загибало. Не можем мы здесь оставаться. Почему? Потому что нам сказали более трех суток. Не можем здесь оставаться. Это зона. Но они же живут здесь. Живут. Потому что это их родина. Их родные просторы. Они здесь чувствуют, как рыба в воде. Понимаете? А вы здесь умрете. Через три-четыре месяца умрете и все. Это наша зона. Зона. Ну почему? Ну почему так получается? Почему? Мы же с вами все время искали чудо. А когда вот оно чудо. На всю жизнь ничего не выходит. Ну почему так, Лев Николаевич? Ну почему? Ну, Машенька, это жизнь. Не все в жизни так совершенно. Понимаете? Мы живем в очень несовершенном мире. И неправду говорят, что любовь приносит счастье. Иногда бывает совершенно наоборот. Совершенно наоборот. Это очень хорошо, что вы с Юрой способны на такие сильные чувства. Но любовь – это не просто удовольствие. Это не просто удовлетворение. А это и забота друг о друге. Вы ведь не хотите видеть Юру несчастным? Вот видите. Вот видите. И Юра, я уверен, заботится о вашем здоровье. И поэтому вы должны жить. Вы должны жить. Только Юра здесь, а вы там. И что, никогда-никогда не встречаться? Ну почему не встречаться? Вы можете встречаться. Три дня в году. Так мало. Ну, это все же лучше, чем ничего. И потом, это позволит вам проверить силу ваших чувств. Понимаете? И неизвестно еще, Машенька. Может быть, это и к лучшему. Все образуется. Конечно, образуется. Возьмет все и образуется. Ну? Вы думаете? Конечно. Будет все хорошо, Машенька. Образуется. Я уверен. А вы поедете сюда вместе со мной следующим летом? Конечно, поеду. Обещаете? Обещаю. Я ничего не понимаю. Лев, Маша, у меня до сих пор нет ни одного вашего материала. Ваш! Вас не было почти неделю. Чем вы там занимались? Где все то, о чем вы мне тут в заклеп рассказывали? Да поймите вы. Ну что? От аппарат и пленки отобрали в милиции. Ну и что? А аппарат потом вернули, а пленки нет. Это мы заявили в милиции о вашей пропаже. Вас объявили во всесоюзный розыск. Не надо было этого делать. Видал, какие у меня? Для вас же старались, в конце концов. Вас никто не просил. А если вас бы убили? Тогда тем более не надо было искать нас. У нас из-за этой милиции пограничников материала никакого не осталось. Да, вот и получается, что всем вашим рассказам гроши цена. Да, действительно, я бы такого и придумать не смог. Подгадите. До этого Загибалов даже на карте нет. Да поймите вы, засекречено это Загибалово. Нет. Я ничего не понимаю. В чем дело? Как вы понимаете? На карте, засекречено. Нет. Смотрите, а какая сета осталась? Что? Это, это, это где гриб и жар птица. Вы так думаете? Точно, я всегда сверху на тарапку. Вы смотрите, грибы и жар птица. Давайте срочно в проявку. Фрунки займитесь этим. Нет, 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 нет. Я сама. Хорошо, хорошо, делайте, делайте. Ты тоже, давай, давай, пошел, пошел, помогайте. Все помогаете. Хорошо. Ну давай, 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 пленка в кофре быстро нашлась. Вот командировка удалась. Пользуйте мальчика, мальчика пользуйте. Мальчика. Ну что там? Ну где там ваш хваленый гриб? Вот гриб. По-вашему это гриб? Да. Нет, это какое-то темное пятно. Да нет, здесь вообще какие-то блики и пробелы. Это жар птица всю пленку засветили. Они знаете, как светили? Да. Это значит, они не просто фосфорицируют, а излучают ионное излучение. Вы представляете, какие мутации происходят? Я не представляю, что нам давать в следующий момент. Да, значит, гриба тоже нет. Я виноват или вы виноваты? А вот здесь что-то виднеется. Это вам видно, мне черта не видно. Да нет, 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 какие-то есть, какие-то черта не есть. Но это же не гриб. Нет, гриб. А мне кажется, гриб. Так вам кажется, вы уверены. Кажется. Да нет, это не гриб. Гриб. Я все-таки думал, что это гриб. Так значит, вы оттуда ничего не привезли. Подождите, подождите. Как это ничего? А впечатления? У нас с Львом Николаевичем масса ярких впечатлений Вы извините, Машенька, но впечатление это ваше личное дело А в вашей редакции нужны вещи более существенные, чем ваши впечатления Снимки, документы, слайды, рукопищи, записи Да на конце концов, фольклор, черт возьми Есть фольклор! Мы оттуда песню привезли, замечательную Песню? Про цветной снег Да